Привет! Давайте с вами поговорим на тему такую, каким должен быть художник. И, наверное, не в том плане профессиональном, таким, знаете, там, что он должен там активным быть, крутиться, продавать вот это вот всё, да, вот не, наверное, хотя это тоже важно, но более-таки вот качество, знаете, характера. Как по мне, моё мнение, да, я буду, я вот рассуждала на днях, что мне нравится, что не нравится, да, как со мной, допустим, покупатели общаются, как мне нравится, когда вот со мной общаются покупатели, как мне нравится, когда со мной общаются покупатели, какой вообще этот художник, как по мне, да, моё мнение. Вы пишите в комментариях, как вы думаете. Первое, мне кажется, все художники, это мне кажется, да, как бы самое главное в профессии, даже не профессии, да, а вот художник как личность, да, в личности художника это, наверное, мыслить нестандартно. Ты немножечко такой, немножечко не как от мира всего должен быть, да, не по стандартам, не вписываться в систему какую-то, мыслить совершенно по-другому. Тебе предлагают шаблоны, а ты говоришь, нет, мне такое не нравится, у меня своё мнение на этот счёт, да, вот, наверное, такое немножечко бунтарство, фантазия, да, должна быть. Я всё вместе, да, соединяю в этот первый пункт, такой, знаете, как немножечко сумасшедший, может быть, да, это есть такая цитата очень хорошая, что, по-моему, даже с «Алисой стране чудес» шляпник, да, этот сумасшедший шляпник, или как его там звали, и он говорил, что грань очень тонкая, гения и сумасшедшего. Это тонкая очень грань человека, который гений и сумасшедший, да, все считают, что, в основном люди считают, что он сумасшедший, а он на самом деле гений. Вот, и мне кажется, самое главное в художнике — это вот это вот мыслить как-то неординарно, когда у тебя прямо в голове какие-то идеи, фантазии, ты хочешь что-то делать, постоянно что-то новенькое, да, творить, рисовать, вот это вот. Вот, и именно, не зря я сказала, что немножечко дух бунтаров ты должен быть, да, не в системе ты должен находиться, потому что система — это чёткие правила, да, границы. И художник, он всегда выполняет что-то своё, он немножечко даже как будто диктует обществу, миру, да, зрителю своему, как надо. Не знаю, как это объяснить, но я надеюсь, вы понимаете. То есть он своё, своё на картину, и не только на картину, да, художник-творец, это вообще может там дизайнер какой-то, там дизайн интерьера, да, или модельер, или ещё что-то, художник картины, да, в классическом понятии художник, который картины пишет. И мне кажется, это самое главное, вот такой вот дух фантазёра, бунтарства, и немножечко быть не в системе в этой, да. И второе качество перетекающего с первого, да, что художники, они немножечко, может быть, немножечко то ли самоуверенные, то ли немножечко эгоисты, но они, им, им, они такие капризные какие-то личности, да, они вот как дети, вот как ребёнку, да, хочется, он, он что-то хочет внутри, и он давай капризничать, он вот именно как ему надо, так и должно быть. Мне кажется, это очень важно сохранить в творческой личности, да, вот эту вот детскую душу, наивность какую-то, фантазию, а мне всё можно у себя в голове держать, да, ничего страшного, где-то там ошибся, ничего страшного, исправиться на опыте всё будет, вот. Вот, и, мне кажется, второе, вот это такое, одно из таких важных характеристик, да, художника, творца, это быть немножечко таким вот капризным ребёнком. Вам говорят что-то, ну, реально, люди же много говорят, и всем не угодить, да, было у меня такое видео, что как всем угодить? Да никак, делайте, как вам хочется, поэтому тут важно быть немножечко таким эгоистом, эгоистом, да, и мне сразу же на ум приходит, я недавно пересматривала, я думаю, российскому, белорусскому зрителю все вспомнят этот сериал «Не родись красивой», и он там шёл там в 2000 каком-то году, ещё по телевизорам, я его недавно пересматривала в том году, и там был такой один из главных героев, да, дизайнер в зима-лето Милка, и я смотрела, и вот действительно, вот, все за ним бегали, Милка, Милка, ну, у вас же там сделай, когда можно посмотреть новую коллекцию, Милка, вы гений, вы гений, и вот, мне кажется, да, то есть питать творца, да, художника, питать, понятное дело, комплиментами, конечно, и он там всегда капризничал, он как ребёнок был, ой, вы меня обидели, всё, у меня пропала муза, вот такой вот, да, был, все помнят, все, я думаю, все вспомнят. Вот творец, мне кажется, да, должен быть такой немножечко капризный, он, как по мне, мне кажется, у творцов такие душевные организации, организация, она очень такая, человек душевной организации, да, по-моему, так говорится, когда немножечко он эмоциональный, его легко обидеть, да, как говорится, художника легко обидеть, вот, и мне кажется, что вот на втором месте стоит вот это вот качество, быть таким немножко капризным, легко обижаем, который легко обижается, да, потому что действительно не каждый человек может творить, и реально легко, легко, легко творца обидеть, а вы сами попробуйте, да, много критиков, но мало очень людей, которые сами что-то делают, и 80% из них попадаются на критику какую-то ужасную, непрошенную, и просто крылья им отрубают, и всё, и они считают, что я ни к чем на какое-то, я ничего не умею, ничего не получается, а надо быть вот как раз-таки знать себе цену, да, и понимать, что нет, я что-то стою, нет, я могу, и вот когда у вас уже есть уверенность, это, конечно, во всём деле, но в художестве тоже это важно, да, потому что вы своей картиной немножечко так как будто высказываете своё мнение, своё видение, да, на то или иное, на какой-то, какой-то сюжет в картине есть, да, и вы, допустим, даже цветы какие-то, и вы их изображаете, как вы видите, да, то есть своё мнение, свой взгляд вы на картину изображаете красками и показываете людям, а люди оценивают, и мне кажется, важно именно быть уверенным в том, что вы делаете. Это во всём касается, но в творчестве то же самое, да, быть уверенным, потому что если у вас не будет уверенности, вы будете такой, я всего боюсь, у меня куча холстов стоит, но я к ним не притронусь, и вот так вот и будет, вот. А когда у вас есть уверенность, и уверенность тоже с опытом, да, приходит, чем больше вы рисуете, пишете картины, вас хвалят, вы продаёте потом, денежки зарабатываете, и уверенность приходит, да. Вот, что меня понесло не в ту степь, наверное. Но это всё важно, как по мне, это всё важно, да, в общем быть. И вот вспомните, да, какой этот Милка был, да, дизайнер, он был вот такой вот, он был очень в себе уверенный, его было легко обидеть, он был капризный, постоянно все там бегали за ним, Милка, Милка, покажи нам новую коллекцию. А он все говорил, да вы тут ничего не понимаете. Этот женсовет говорил, да вы клуши, вы там, типа, я не могу на них смотреть, у меня там, типа, моя натура художника от этого страдает, да, мне подавайте всё прекрасное, окружать, да, вот себя прекрасным, да, вот такие натуры творческие, они любят окружать себя прекрасным, чтобы всё было чистенько, красивенько, изящненько, эстетично, да, вот эстетика для художника очень важна, и поэтому это, наверное, какой-то второй, второй, вторая характеристика художника, как по мне. Быть таким вот капризным, самоуверенным каким-то, да, уверенным, самоуверенным, капризным ребёнком, да, который не побоится заявить о себе и не побоится заявить своё творчество, показать миру, да, и высказать своё мнение на холсте, свои взгляды на холсте высказать. Вот. Надеюсь, вы что-то понимаете, потому что такие, да, нестандартные, нестандартные характеристики художника я вам сейчас рассказываю. Значит, первое, первое, да, немножечко быть сумасшедшим, фантазия, фантазия хорошо должна работать, да, и второе, это быть вот таким вот немножко капризным, но самоуверенным ребёнком, который не боится высказаться, да, высказаться в плане не словами, да, хотя словами-то тоже хорошо, когда есть, вы не боитесь высказаться, но высказаться, свою душу излить, своё видение излить на картину и показать эту картину уже народу, людям. И, понятное дело, критика будет, и быть, наверное, вот третья, третья, наверное, да, быть вот таким вот неподвластным. Если, это очень хорошо критика, но когда её именно спрашивают, непрошенная критика никому не нравится, и когда именно спрашивают, и когда человек сам в этом деле, который критикует, да, который говорит своё мнение, он сам профессионал в этом деле, то есть не надо спрашивать критику у человека, который не разбирается в этом деле. Допустим, не надо спрашивать критику у человека, который, почему-то мне в голову пришло, который занимается обувью, допустим, да, который чинит обувь, он не понимает ничего в искусстве, в творчестве, да. Надо именно спрашивать критику, Особенно у тех людей, которых вы уважаете, которые какие-то статусные для вас. А непрошенная критика, она никому не нравится, и её никогда не надо говорить. Только если к вам идут и говорят, подскажи мне, что вы тут в моей картине, а вы сам хороший художник, опытный, тогда можно говорить критику. И третье, наверное, что быть каким-то, ну, я сказала, уверенным, не бояться высказаться, не бояться, наверное, критики, немножечко быть таким, даже не знаю, это считай, может быть, как будто немножечко... Ну, ведь сколько людей, столько мнений, да? И если каждый будет говорить, что он видит в этой картине, как бы ему хотелось, чтобы вы нарисовали, то вы как будто себя потеряете, да? Своё мнение, своё видение на эту картину. Поэтому не бояться, немножечко оградить себя от этой критики, да? И слушать себя. Вот, наверное, третье, да? Что слушать себя... Я, на самом деле, это видео без подготовки какой-то иду, полный экспромт, поэтому без листочка, да? Просто с головы беру мысли. Для меня это... Мне это удобнее, да? Сразу в видео говорю по пунктам. Вот, полный экспромт, значит, и третье. Третье — это слушать себя, да? И потому что творческий процесс, особенно, да, вот писать картины, это действительно вы изнутра берёте какую-то идею, виденье. И, мне кажется, вот отбросить всё лишнее, да? Как надо, как кто что думает и всё остальное. А вот действительно, как вам хочется, да? Писать картину, изобразить что-то на картине, как вам хочется, как вы чувствуете вот это вот. Может быть, и на первом месте оно должно быть, да? Это такие просто... Может быть, и на первом, да, должно быть. Ну, в общем, вы уже сами для себя решите. Я просто вам перечислю, да, что я считаю главные характеристики художника, да? Вот. Значит, третье — чувствовать себя, да, и немножечко отбросить лишние мнения, да? Не лишние мнения даже, как то, что другое видит, а как, в общем, чувствовать себя, да? Чувствовать себя и что вам хочется нарисовать, написать на картине, изобразить то и изображать, да? Вот. Не думать, а кто вот это вот тут вот может быть как-то, а вот скажет вот тут, а вот скажет это. Мне кажется, вот, да, наверное, находиться в потоке каком-то, да? Вот что я пытаюсь нанести. То есть я очень люблю писать, когда я в потоке, когда отключается как-то голова, и ты вот прям направляешь всё, всё своё творчество, творческую натуру, всё своё внутреннее, да, какие-то переживания, эмоции, ощущения, взгляды на картину. И вот прям мазочек сам ложится на картину, да? Красочка сама берётся, сама смешивается. Вот тут мне хочется это, вот тут мне хочется это. Вот это, наверное, такое прям магия. Магия творчества, магия художника, да? Вот именно в потоке находиться и писать картину. Не просто потому, что вот надо заказ нарисовать, вот я сейчас рисую с референса, вот механически, да, что-то сделать, а нет, действительно, ведь творчество, оно вот изнутри исходит, да, это вот действительно поток какой-то исходит из вас. Я надеюсь, вы понимаете, да, что такое быть в потоке, когда вот прям идеи сами рекой льются из вас, изнутри, как-то даже голова, может быть, и не работает, логическое мышление не работает. Вы просто прям рука сама двигается, да, намешивает краски сюда мазочек, сюда мазочек, как-то всё легко идёт, вот легко и правильно, и вот такой вау в конце. Вот это да, вот это классно. Вот, наверное, вот такие вот, как по мне, главные качества, что должно быть в художнике. Вот. Что ещё важно? Наверное, это таких самых три главных, да, самых три характеристики художника, как по мне, да. Значит, первое, что быть немножечко сумасшедшим гением, да, с фантазией, мыслить неординарно, да. Второе, капризным ребёнком таким быть, но вот что хочу, то и делаю, да. Немножко таким вот быть. Душевной организацией, да, натурой с душевной... Как это говорится, можно заслужить, забыла слова? С тонкой душевной организацией, вот. Быть натурой с тонкой душевной организацией. Такими не становятся, мне кажется, такими именно рождаются, да, вот. Такими рождаются люди. Третье, быть в потоке, да, именно. Прочувствовать себя, знать себя, отпустить свою руку, отпустить свою душу и творить, 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 быть в потоке прям. Ну, если уже касаемо дела по продажам, да, то, наверное, четвёртое, конечно, мотивирует художника похвала. Похлава, хотела сказать. Похлава. Похвала. Хвалить, да, надо художника. То есть, мне кажется, это нормально. Милка, да, опять же, пример. Из зима-лето. Он очень любил, когда лезть вот эта вот шла, да, что его, конечно, окружали всегда какие-то красивые вещи и люди. И он был падок на лезть, да, на комплименты. И поэтому, конечно, ничто так не питает художника, как рисование, само рисование, да, творчество. Написать картину надо обязательно. Потом показать эту картину миру, и чтобы её оценили, да, сказали вау, вау. Мне кажется, вот это вот прям, ну, вообще супер для художника, да, чтобы оценили ваше творчество. Оценили, ну, что сказали вау, да, как красиво, вау, как необычно, красиво и так далее. То есть вот оценили позитивно, да, ваше творчество. И, конечно же, ещё деньги мотивируют. Конечно же, ну, все мы люди, и все мы хотим заработать денежки, и всем нам надо кушать, да, без денег никуда. В таком мире мы живём. Поэтому третье, что мотивирует художника, это продажи. И не за маленькие деньги. Да, вначале, может быть, за маленькие, если вы только начинающий художник. Но чем больше у художника, мне кажется, есть такое, что почему картины стоят дорого, да, у настоящих творцов. Ведь это просто написать картину, да. Себестоимости таких картин не много. И сейчас нету такого, что пишутся там картины годами. Сейчас, да, могут быть несколько сеансов. Художники современные пишут несколько сеансов. Там, ну, даже, ну, там, несколько часов, да, могут большую картину писать. Но для художника, мне кажется, чем дороже его картину купили, тут не в плане денег, да. Человек-то тонкой душевной организации, и мне кажется, это эквивалент. Чем дороже купили, значит, тем больше оценили моё творчество, мою картину. И это тоже высшая похвала, 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 высшая похвала для творца. Не только, да, чтобы словами сказали, какая красивая картина, но и задорого купили эту картину. Вот. И я всегда радуюсь не то, что когда продаётся данная картина, за, понятное дело, что не за супердорого, но какие-то картины, как по мне, да, ну, такая недорого, но хорошая, да, хорошая стоимость этой картины. Я всегда радуюсь не то, что вот в сумме денег, да, а тому, что человек оценил её в такую, и готов был купить за такую стоимость. Вот. Это круто, да. Это вот для творца большой комплимент и высшая награда. Что если художник продаёт, да, то тут важно, конечно, немножечко... Я знаю, что вот есть художники, которые только умеют писать картины, но продавать не умеют. И, конечно, для художника уже не как для творца, а как для продающего художника важно немножечко быть экономически каким-то таким не дипломатом, а предпринимателем, да, жилкопредпринимательства. То есть где-то там крутануться, где-то здесь выложить, постоянно какое-то вот систематично, да, систему какую-то сделать, что вот распорядок, да, тут я пишу картину, у меня есть творческий момент какой-то, написала картину. Потом мне надо это всё сфотографировать, видео выложить во всех соцсетях, на площадке, где я продаю. То есть какие-то вот такие вот моменты, которые, возможно, для художника будут сложные, да, это как-то систематизировать всё, быть постоянно в сетях, да, в интернете, постоянно всё выкладывать, выкладывать, если вы продаёте через интернет, да. Если вы продаёте так, лично, я даже не знаю, там, всякие выставки, участвовать, быть активным, действительно, да, быть активным, потому что горе, наверное, наверно, как по мне, те художники, которые уже, да, на опыте, которые не продают картины. Мне кажется, это очень хорошая тоже мотивация, когда у вас картины покупают. И не в том плане, что вот деньги, деньги, а в том плане, как я вам раньше сказала, да, до этого, что художники смотрят на деньги, как на бумажки. Он же тонкой душевной натуре. Ну, это всего лишь бумажки, но деньги — это эквивалент, что картина, да, дорого оценили. Его, его, его дитя оценили дорого, в эквиваленте денег, да. Вот. Поэтому это хорошая мотивация, да, хороший комплимент, цена для художника, когда вы покупаете задорого картину. Его. Вот. Сумбуру уже в голове. В общем. Значит, пишите свои взгляды, своё мнение. Я вам всё рассказала, что знала, что думала, да. И на этом всё, наверное, будем прощаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...